592 страницы истории, ранее неопубликованные факты. «Космос. Плеяда первых» книга, написанная женой лётчика-космонавта, непосредственным очевидцем развития советской и мировой космонавтики Тамарой Волыновой, рассказывает о том времени, начале покорения космического пространства. Автор делится воспоминаниями о каждом из 20 советских космонавтов того самого первого гагаринского отряда. В книге представлены уникальные фотографии первопроходцев космоса. Презентация состоялась в «Звёздном городке». Вечер, посвященный 60-летию начала новой космической эры, первым советским космонавтам прошёл в тёплой праздничной атмосфере. Долгие годы, прослеживая судьбы каждого, кто был первым, теперь автор книги раскрывает занавес перед тем, что ранее, как она сама выражается, оставалась за кадром. Как-то вот она легко писалась, эта книга. И хорошо, что это было вот так вот, не прерывая. Прерывая, потому что тогда это получается. Потому что перекраиваешь что-то, что-то заново, какие-то моменты описываешь как-то. Нет, легко. Легко и со слезами. Вот у меня черновики, так вот, пятна от слёз, потому что я их видела всех живыми, молодыми. Вот они, я пишу, я их вижу теми, какими они были. И ещё самое главное, что их так мало осталось. Общаясь с залом, автор книги, учёный-металлург с мировым именем, создатель более 150 научных статей и свыше 20 изобретений, профессор, доктор технических наук Тамара Фёдоровна Волынова, поведала многое из жизни своей семьи. В этом году их союз с Борисом Волыновым, космонатом 1-го гагаринского набора, дважды Героям Советского Союза исполнилось 60 лет. Они поженились 9 мая 1957-го, и в этом же году, 4 октября, был запущен первый спутник Земли. Началась новая космическая эра. Это их судьбы, их работа, их жизнь. И поэтому мне хотелось бы, чтобы вы поближе познакомились со всем тем, чем они занимаются, потому что они дошли вот до определенного, и сейчас вот летают ребята уже, так сказать, много суток экипаж выполняет задания. Но ведь продолжать-то следующий шаг должны быть. На написание книги автора сподвигли пожелания друзей-космонавтов. «Космос Плеяда-Первых» была издана в 2015 году. Спустя год Тамара Волынова стала победителем конкурса «Золотое перо России». Сегодня книга представлена на Московскую областную литературную премию имени Пришвина. Тамара Федоровна выделила самое главное, выделила самые ценные, душевные, человеческие и профессиональные качества. Мы благодарны и говорим огромное спасибо Тамаре Федоровне и Борису Валентиновичу за то, что они выпустили такую книгу. Она очень важна, она очень нужна и для подрастающего поколения в том числе. Люди, объединенные общей идеей, их не пугала неизвестность будущего. Покорители космоса и, конечно, их жены и дети – одна большая семья. Они навсегда остались на страницах истории страны и мира. Это наследие мы обязаны хранить и оберегать. В течение вечера зал не раз аплодировал семье Волыновых стоя, не скрывая эмоций, со слезами и радостью в глазах, выражая благодарность автору. Анна Балиет, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».